Мозг постоянно воспринимает реальность и получает сведения, которые мы не интегрируем. Это значит, что мир есть нечто большее, чем мы воспринимаем. Тем не менее, каждый раз мы погружаемся в ощущения, получаемые нашими органами чувств. Зрение, обоняние, вкус, осязание. Именно так нас поглощает собственная реальность. Зрение, обоняние. Другими людьми, которых они идеализируют. Каждый борется, чтобы стать тем, кем никто стать не может, если говорить о физических свойствах и определениях красоты и героизма, являющихся иллюзией. И большинство людей сдаются и пребывают во власти серости. Они живут такой жизнью, когда их истинные желания могут никогда по-настоящему не выйти на поверхность, чтобы они захотели стать кем-то иным. В действительности, их старая концепция о том, как устроена жизнь, начинает рассыпаться на части. Как мы можем говорить о том, что живем полноценной жизнью? Просто выражая одни и те же эмоции, к которым привыкли. Все эти фильмы, драмы, новости и СМИ, которые сегодня столь притягательны, обеспечивая людей впечатлениями, которых бы они иначе не пережили, что происходит на самом деле. Нам нужно подтвердить, кто я, какова моя личность, я должен что-то делать, идти туда-то, быть с тем-то. Хозяин своей жизни в каждом дне увидит безграничные возможности создания путей реальности, неизведанных эмоций, неизведанной действительности. Так что день становится зачатием бесконечного завтра. Немногие пускаются в такое путешествие. Это выбивает из колеи, а шаблоны, по которым они жили, должны разрушиться. Нам нужно освободить самих себя на этом пути. Иногда бывает трудный период между прежним комфортом и истинным состоянием комфорта, когда мы становимся владыками своего бытия, комфортом, который следует за периодом хаоса. Многие люди, попадая в хаос, теряют надежду и возвращаются к прежним безопасным мыслям. Они будут вести разумную жизнь и умрут в некоем подобии покоя. Но они никак не продвинутся в этом эксперименте, называемом жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова